Созволение Всевышнего Аллаха Продолжаем разбор темы Единобожия в вопросах и ответах Мы дошли до 32 главы, если кто-то следит за книгой, 130 страниц Автор говорит, рахматуллахи алейх, бабу кавлиллахи тааля, глава о словах Всевышнего Аллаха Это всего лишь шайтан, который пугает вас своими помощниками Так не бойтесь же их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими Шейх да смилуется над ним Всевышний Аллах продолжает разбор некоторых видов поклонения сердца Которые являются основой имана и сердцевины знаний об Аллахе Субхану Атали Дорогие братья и сестры, мы не раз обращали ваше внимание на то, что таухиид Это поклонение сердцем одному Всевышнему Аллаху Субхану Атали А не так, как некоторые люди его преподносят, думая, что таухид это не делать, то не делать, это не делать, третий и так далее Нет, таухид это делать Всевышний Аллах создал нас для поклонения, сказал Субхану Атали Я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне одному Поэтому, Барак Лауфикум, обучая Единобожию Обязательно надо, Барак Лауфикум, в первую очередь говорить о видах поклонения Затем, Барак Лауфикум, после того, как мы людям разъясним, что те или иные слова Будь это слова Барак Лауфикум, языка, которые исходят и от языка, или же слова сердец Те или иные дела, будь это дело органов или дело сердец Нужно посвящать только одному Всевышнему Аллаху Субхану Атали Мы, братья, на прошлых уроках и сестры говорили о таком поклонении, как любовь В этой же главе шейх начал разбор другого, не менее важного поклонения А это поклонение страха Страх является одним из величайших видов поклонения И одним из толпов верой и опорой на пути раба к Всевышнему Аллаху Субхану Атали Всевышний Аллах Субхану Атали приказал бояться его Он сказал в Коране Как мы видим в этой главе Так не бойтесь же их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими Также Всевышний Аллах Субхану Атали говорит Тот же, кто боялся предстать перед своим Господом Или тому, или тем же, которые боялись предстать перед своим Господом Уготованы два сада Также Аллах Субхану Атали говорит И в скрижелях, то есть данных Мусе Были начертаны верное руководство и милость для тех, кто боится своего Господа В этом аяте бараку лауфикум, в котором Всевышний Аллах Субхану Атали говорит А Мусе, алейсалям, указание на то, что руководство в шариатских текстах Видит только тот, кто боится Господа Субхану Атали А тот же, кто не боится Господа Субхану Атали Тот не увидит руководство То есть ни Кур'ан, ни Сунна не будут для него руководством И соответствуют милостью Всевышнего Аллаха Субхану Атали Братья, страх перед Всевышним Аллахом Субхану Атали Является одним из важнейших видов поклонения сердца Которое никогда не должно покидать сердце Ведь Аллах Субхану Атали описан такими атрибутами, как Аизза Величие, Куа, Сила, Джабарут, Могущество, Хадап, Гнев И тому подобным атрибутам И если посмотреть на эти атрибуты, то мы видим, что знания об этих атрибутах Приводят человека к боязнью и страху перед Всевышним Аллахом Субхану Атали И поэтому самой большой причиной страха перед Аллахом, говорят ученые, является знание о нем О его именах и его атрибутах Субхану Атали Есть очень важное шариатское правило в этом разделе, в разделе страха Да и вообще многих имен и атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану Атали Это правило гласит о следующем Чем больше человек знает об Аллахе, то есть о его именах и атрибутах Тем больше становится его страх перед ним Поэтому Абдулла ибн Мас'уд, рады Аллаху Ангу, говорил Достаточно богобоязненности или страха перед Аллахом, как знание Также, когда один человек обратился к Шааби Амир ибн Шурахили, рахматуллах и алей Обратившись к нему со словами О, ученый, дай мне фатву Он повернулся к нему и сказал Ученым является тот, кто боится Аллаха И подтверждением словам имама Шааби являются слова Господа Субхану Атали Поистину или воистину Или же Аллаха боятся из числа его только знающие о нем Из числа рабов его только знающие о нем То есть только знающие об Аллахе Субхану Атали По-настоящему могут бояться Господа Субхану Атали Воистину Аллах могущественный и прощающий Поэтому наш пророк, салаллаху алейхи ассаляма Объединил в себе полноту знания о Всевышнем Аллахе И страхом перед ним Как он не раз говорил Как это упомянул имам Бухари, имам Мусим в своих сборниках Поистине я больше всех из вас знаю об Аллахе И я являюсь самым богобоязненным из вас Также пришло в книге Сунна Ибн Абель Асама Что пророк, салаллаху алейхи ассаляма Рассказывал В ту ночь, когда я был поднят на седьмое небо Я видел Джибрилья, который был подобен Изношенной подстилке для седла Изношенной подстилке для седла От страха перед Аллахом Хильс сунбали Хильс Это подстилка, которую арабы Да и не только арабы В наше время тоже кладут Подстилку под седло Чтобы седло не натирало спину коню И вот когда эта подстилка очень-очень долго Используется Она становится изношенной В ней появляются дыры И вот пророк, салаллаху алейхи ассаляма Сказал Я видел Джибриля, который был подобен Изношенной подстилке для седла От страха перед Аллахом В чем секрет? Секрет в том, что Джибриль Знал о величии Господа Субхана Атали Он имел знание Об Аллахе Субхана Атали Поэтому, братья Исходя из вышесказанного И сестры Исходя из вышесказанного Чем больше человек узнает об Аллахе Тем он больше начинает Его бояться А узнавать об Аллахе Субхана Атали Братья Мы можем только через Куран и Сунну Изучая науку Единобожия То есть изучать Куран и Сунну Смотря на Куран и Сунну Через призму Единобожия И поэтому мы не можем Узнать об Аллахе Субхана Атали Братья От разных блогеров Которые вещают Что-то Кроме Курана и Сунны Мы не можем Баар Акалауфик Уму бы знать О Всевышнем Аллахе Субхана Атали Из разных Умозаключениях Нет Об Аллахе Субхана Атали Мы можем Рассказать Только Узнать Только Из его слов Курана И только Из слов Его пророка Мухаммада Салаллаху Алейхи Васалям Вывод Тот кто хочет Воплотить в себя Этот вид поклонения Обязательно Должен изучать Куран И Сунну Пророка Салаллаху Алейхи Васалям Значит Первый Мы сказали Причина Которая Приводит Страху И боязни Перед Всевышним Аллаху Субхана Атали Это знание Господи Субхана Атали А знание О нем Мы сказали Можно приобрести Только из Курана И Сунны Пророка Салаллаху Алейхи Васалям Второй Из причин Страха Перед Аллахом Субхана Атали Говорят Ученые Это знание Человека Об угрозах Которые Опять же Упомянуты В Куране И Сунни Пророка Салаллаху Алейхи Васалям Всевышний Аллах Субхана Атали Описывает Мучения Обитателя Ада Над ними Будут Навесы Летучи Из огня И под ними Будут Тучи Из огня Таким Образом Всевышний Аллах Устрашает Своих рабов О рабы Мои Будьте Меня Также Всевышний Аллах Субхана Атали Описывает Ад Говорят Инна Ля Дайна Анкали Ваджахима Воистину Только у нас Оковы И ад То есть Настоящее Наказание Инна Аллах Субхана Атали Имна Сказал Ля Дайна Ля Дайна Поставил Перед Упоминанием Имени То что Должно Стоять Сзади Если Упоминается Впереди Мы сказали Указывать На ограничение То есть Настоящие Оковы Как мы Будем дальше Говорить О запретном Страхе Если Кто-то Тебе Угрожает Оковами Нет Вспомни Что Настоящие Оковы И настоящие Атам У Всевышнего Аллаха Субхана Атали Приготовлен Для того Кто оставил Такой вид Поклонения Как страх Перед ним И еда Которые Давятся И мучительные Страдания Как После таких Аятов Братья Человек Может не бояться Всевышнего Аллаха Субхана Атали Третья причина Страха Перед Господом Субхана Атали Это осознание Человека Того Что он Постоянно Допускает Упущение В отношении Прав Аллаха Субхана Атали Ведь Раб Сколько бы Не делал Он все равно В отношении Прав Делает Очень-очень Много Упущений Ведь Если бы Аллах Рассчитал бы Нас за то Чем он Нас обязал То есть Только за те Фарзы Которые мы Выполняем То мы Все были бы Достойны Наказания Так как Мы не Выполняем Их Должным Образом Будь Это вопрос Полноты Искренности В том Чем нас Обязал Всевышний Господь Субхана Атали Будь Это вопрос Правдивости В чувстве Присутствия Аллаха При наших делах Как это Ученые Говорят Цитку Аль-Муракаба Будь Это Старание Старание Чтобы Наши дела Полностью Соответствуют Сунь Не Проксал Сам То есть Сколько Мы Стараний Вкладываем А для Того Чтобы Человек То есть Как Можно Узнать Человек Старается Делать Все По Сунь Или Нет Ведь Если Человек Будет Что-то Делать Не По Совершалось Только Искренне Ради Него И Только В соответствии Сунной Пророка Салаллаху Алейхи Ассалям И Как Мы Узнаем Человек О себе Можем Узнать Мы Стараемся Следовать Сунь Проксалям Смотря Сколько Усердия Мы Вкладываем В изучение Сунной Пророка Салаллаху Алейхи Ассалям Чем Больше Ты Вкладываешь В это Усердие Тем Больше Это Получается Из числа Тех Кто Старается Все Делать По Сунне И Чем Меньше Ты Вкладываешь Усердие Получается Ты Проявил Халатность В этом Важном Вопросе И Один Всевышний Господь Субханалла Аля Знает Примет ли Всевышний Аллах Субханалла Твое Поклонение Или Нет Плюс Ко всему Этому Еще Наши Грехи И Еще И Упущение В должной Благодарности Аллаху За все Те Милости Которыми Он Нас Наделил Поэтому Остается Всем Нам Братья Надеяться Только На Милость Господа Субханалла Тали Его Прощение И Его Снисходительность Также Ученые Говорят Что Четвертый Из причин Страха Перед Аллахом Это Знамение Которое Нас Окружает В бытие То есть Некие Всякие Катаклизмы Будь Это Очень Сильный Дождь Будь Это Очень Сильный Снег Ураганы Какие То Потопы Очень Сильные Ветра Вулканы Землетрясения Какая То Чума Какая То Эпидемия Которая Недавно Накрыла Весь Мир Все Это Братья Барак Луфикум Из Причин Страха Перед Всевышним Господом Субханалла Тали И Господь Субханалла Тали Пугает И Я не говорю о неверующих Барак Луфикум Как много Мусульман Даже из тех Кто сейчас Присутствует На этом уроке Будь это Онлайн Или Офлайн Как много Обсуждали Эту болезнь Но Кто Нибудь Из них Пусть Каждый Себе Задастся Вопросом Кому Нибудь Из Нас Приходила Мысль В голову Или же В сердце Более Правильно Сказать Потому Что Разум У человека Находится В сердце Кому Нибудь Из нас Устрашит Своих Рабов Ведь Всевышний Аллах Говорит Мы Ниспосылаем Или же Посылаем Наши Знамения Только Для Устрашения Вот Точно Та же Как Мощный Всевышний Господь Субхану Атали Каким-то Одним Маленьким Вирусом Накрыть Всю Землю Аллах Способен Уничтожить Всех Людей В одно Мгновение Также В Сахи Бухарии Мусульм Приводится Луна Знамений Знамения И знамения Всевышнего Аллаха Которым Он Устрашает Своих Рабов Это Основные Причины Страха Перед Всевышним Аллахом Субхану Атали И от Этого Барак Луфикум Следует Ответление Ученые Говорят Барак Луфикум Из этих Ответлений Страх За свой Грех Как мы Сказали Об упущении Человек Должен Бояться Последствия Своих Что однажды Пророк Посетил Одного Молодого Парня Из числа Ансаров Который Находился При смерти И пророк Спросил У него Кайф Кайф Таджиду Какое Твое Положение Как ты Себя Чувствуешь На что Он ответил Клянусь Аллахом У посланника Аллаха Поистине Я надеюсь На Аллаха То есть Надеюсь На милость Аллаха И боюсь Своих Грехов На что Пророк Сал Если эти качества Объединятся в сердце верующего В подобном положении То есть При смерти Это что? Милость Надежда на милость Всевышнего Аллаха И страх За свои грехи Если эти качества Объединятся в сердце верующего В подобном положении Аллах Обязательно По невежеству То есть Сейчас Либо В будущем Пророк Сал Аллаху Алейхи Ассаляма Научил Лучшего Из людей После пророков Абу Бакр Ради Аллаху Такому Дуалу Пророк Пророк Оберечь Меня Чтобы я не сделал Ширк Осознанно Не предал тебе что-то В сотоварищи Осознанно И прошу тебя Оберечь Или же прошу тебя Простить меня Если это сделал Неосознанно Братья Ибн Абимуляйка Как это передал Имам Бухари Рассказывал Я застал 30 из подвижников Пророка Мухаммада Салаллаху Алейхи Ассаляма Каждый из них Боялся попасть В лицемерие Умар Ибн Альхатаб Ради Аллаху Которым Пророк Салаллаху Алейхи При жизни Обещал рай Ходил за Хузаифи И спрашивал Нет ли меня В списке Мунафиков Лицемеров Которые Пророк Салаллаху Алейхи Ассаляма Оставил Хузаифи В наше время Можно сказать Это забытая Сунна Это бояться Братья Попасть в грех Бояться Быть многобожником Бояться Быть лицемером Почему люди Оставили грех Потому что Люди занялись Другим Люди Перестали бояться За грех Потому что Занимаются Грехами Других людей Люди Забыли Или же Перестали бояться Что они Попадут В ширк Потому что Занялись Ширком Других людей Люди Забыли Или же Оставили Боязнь Попасть В лицемерие Потому что Занялись Прицебризнанцем Близнаком Лицемерия В тех Кто их Окружает Да и бережет Всевышний Аллах Субхан-Талли От подобного Третье Братья Ответление Страх Что Аллах Не примет Наши благие дела Субхан-Олак Как много Людей В наше время Которые Обольщены Собой Из признаков Обольщения Собой У Алия Забыли Это что Обвинение Людей В куфре Или в бедах Без права На то Потому что Это отличительное Качество Хавариджи Помните Хадис Который Ибн Хаджер Назвал Достоверным О том Человеке О котором Рассказывали Однажды Сподвижники Пророк О его Герои О том Какой он Человек Какой он Праведный И так далее Подобно Как это Внешне Им показалось На что Пророк Я сказал Я его Не знаю Потом Этот человек Когда прибыл Они сказали Это он Указали на него И в этом Мажете В этом Собрании Находился Пророк Абубакр И Али На что Пророк Когда он Подошел Пророк Задал ему Вопрос Не считаешь Ты себя Лучшим Из присутствующих Смотрите Кто в Мажете Пророк Абубакр Он говорит Да Вот этот Человек Разве В его Сердце Был Страх Перед Всевышним Аллахом И поэтому Когда праведные Предшественники Читали Скажи Не сообщить Мне тебе О тех Кто будет Иметь Самый Большой Убыток В судный День Это Те Чьи Стремления Старания Усердия В пух И прах Пропадут При том Что они Что-то Делали И Они Считали Что они Делают Все Эти Все Дельные И Ховариджи Говорят Это Про вас Про Ховариджи Это Про вас Про Ховариджи Поэтому Мы Обращаемся К каждому Ховариджи К 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 Бойся За Страх Бойся За Свои Дела Испытывай Страх Что Аллах Не Примет Твое Дело И Бойся Попасть Под Этот Аят О котором Ученые Говорили Что Этот Аят Про Ховариджи Праведные Предшественники Старались Усердствовали Делали Все Что В их Силах И При Этом Их Сердца Постоянно Находили Страхи Что Аллах Не Примет Их Благие Дела Билла Алейкум Заклинаю Вас Севышний Аллах Люди Устроились На Работу Очень Долго Не Могли Устроиться На Работу Потому Что В Государстве Безработец И С Горем Пополам Устроились На Какую Работу И Начали Работать И То Вопрос Стоял Под Вопросом Был Вопрос Какой Дадут Им Зарплату Или Нет Почему Потому Что Этот Начальник Просто Напросто Несправедлив И Вот Каждый Когда Начнет Выполнять Ту Работу Которую Ему Дали Разве Ему Будет Дело До Соседа Выполнили Он Свою Работу Или Нет Да А ему Наплевать Будет Он Будет Занят Только Собой Так Почему Мы Барак Занимаемся Делами Других Людей И Забываем О Себе И Этот Страх Братья Который Был В сердцах У Праведных Предшественников Не Из-за Плохих Мыслей Об Аллахе Однако Из-за Страха Упущения Выполнения Тех Или Иных Видов Поклонения И Об Этем Сказал Всевышний Аллах Описывая Положение Этих Людей Сказав Те Которые Совершают То Что Совершает И При Этем И Сердца Страшаться Того Что Им Суждено Вернуться К Своему Господу Пророк Растолковал Этот Аят Сказав Это Человек Который Молится Постится Дает Милостыню И При Всем Этом Боится Что Все Это Не Будет Принято У него Четвертое Ответление Братья Очень Очень Важно Это Страх Перед Скверным Концом И Тоже Можно Сказать Что В наше Время Это Является Забытой Сунной Как Часто Мы Обращаемся Просим Всевышнего Аллаха Смотали Обращаемся К нему Сдуа Что Всевышний Аллах Наделил Нас Хус Ноль Хатима Благим Концом Этот Вид Страха Ломает Спины Праведников Говорят Ученые Ничего Так Не боятся Праведники В своем Будущем Как Последние Моменты Их Жизни Праведник Боится Что В последний Момент Он Будет Оставлен Без Помощи Подобный Страх Должен Присутствовать Постоянно У верующего Если Он Хочет Спастись И Такое Поклонение Любит Всевышний Аллах И Тем Более У нас Есть Такой Страшный Хадис Поистине Предопределение Он делает Дела Обитателя Ада И Заходит В Ад И Один Из Вас Делает Дела Обитателя Так Что Ему Рукой Остается Подать До Ада Но Его Опережает Предопределение Он делает Дела Обитателя Рая И Попадает В Рай Поэтому Страх Перед Скверным Концом Это Качество Которое Не Должно Покидать Верующего Человека И Барак Луфик Страх Или О Причинах Страх А Это Важность Объединения Страха И Надежды Разбирая Тему Страха И Боязни Перед Всевышним Аллахом Следует Обратить Внимание На Очень Очень Важный Вопрос А Это То Что Узаконенным Страхом Является Тот Страх Который Сопровождается Надеждой Так Как Страх Несопровождаемой Надежды Не Является Поклонением Братья Как И Надежда Несопровождаемая Страхом Не Является Поклонением Страх Без Надежды Приводит К Темному Коридору А Это Отчаяние В Милости Всевышнего Аллаха Как Сказал Всевышний Аллах Субхан И Рассказывает В словах Якуба И Не Теряйте Надежды На Милость Аллаха Ибо Отчаиваются В Милости Аллаха Только Люди Неверующие Также Всевышний Аллах Сказал Кто Отчаивается В Милости Своего Господа Кроме Заблудших Страх Братья Будет Являться Законным Страхом Только Тогда Когда За ним Последует Награда А Это Тот Страх Который Сопровождается Надеждой Что Касается Просто Страха Без Надежды То Он Не Принесет Никакой Пользы Тому Кто Будет Испытывать Его Без Страха Также Не Принесет Никакой Пользы То Что Узаконено Это Страх Сопровождаемый Надеждой Надежда Сопровождаемая Страхом Как Говорят Ученые Барак Луфикум Страх И Надежда Как У птицы Два Крыла Должно Быть У верующего И На это Указывают Многочисленные Священные Тексты Как Допустим Слова Всевышнего Аллаха Ва Ярджуна Рахматаху Ва Яхафуна Азаба Инна Азаба Руби Какана Махзура Они Надеются На его Милость И страшатся Мучения От него Воистине Мучения Твоего Господа Надлежит Остерегаться Также Всевышний Аллах Сообщил О себе В Коране Сказав Сообщи Мои Рабам Что Я Прощающий Милующий Но Наказание Мое Наказание Мучительное Также Аллах Говорит О себе Гафир Ва Кабиль Аттауба Он тот Кто Прощает Грехи И принимает Покаяние Но в тот же момент Шадид Акаби Виттауль Он Суров Наказание Обладает Мощью Ля Иля Гил Гу Иля Гиль Масыр Нет Божества Достойного Поклонения Кроме Него И К нему Предстоит Прибытие Все Эти Виды Текстов Куранических Указывают На то Что Страх Должен Сопровождаться Надеждой И Наоборот Надежда Обязательно Должна Сопровождаться Страхом Если Кто Спросит А как Объединять Между Страхом Какое Чувство Мне должно Присутствовать В сердце Ученые Говорят Примерно Так Если Кто Скажет Что Все Люди Без Исключения В раю Кроме Одного Ты Должен Думать Что Этот Один Это Ты Вот Такой Тебя Должен Быть Страх И Если Кто Скажет Что Все Люди Войдут В огонь Кроме Одного То Ты Будешь Думать Что Речь Идет О тебе Вот Если Настоящая Надежда Ученые Разбирая Эту Тему Также Часто Затрагивает Вопрос Что Должно Приобретать Страх Или Надежда Больше Должно Быть Страх Или Больше Должно Быть Надежды Или Они Должны Быть Одинаковыми Кто Говорит Что Всегда Должно Быть Больше Страх Другие Говорят Что Всегда Должно Быть Больше Надежды Третьи Примерно Сделали Такой отдавать приоритет страху. Когда человек находится в несчастье или болезни, или чувстве страха, нужно отдавать приоритет надежде. Четвертый же сказали, что в своей основе как страх, так и надежда должны быть одинаковы. И это правильное мнение. Это соответствует тем доводам, во-первых, которые мы упомянули выше, особенно тот хадис, в котором пророк Салаллаху Алейхио Саляма посетил молодого парня Числа Ансаров, который был при смерти. Он что сказал? Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, поистине надеюсь на Аллаха, то есть надеюсь на милость Аллаха и боюсь своих грехов. На что пророк Салаллаху Алейхио Саляма сказал, что если эти два качества объединятся в сердце верующего в подобном положении, Аллах обязательно даст ему то, на что он надеется и бережет его от того, чем он боится. Поэтому, почему должно быть одинаково? Потому что склонность к страху, будь то всегда или даже во время благополучия может привести к отчаянию и в милости Аллаха. И наоборот, склонность к надежде может привести к чему? К тому, что человек перестанет бояться Всевышнего Господа, Субханаву Атааля. Однако, тут очень важный момент. Те ученые, которые говорят, что в своей основе страх и надежда должны быть равны, они говорят так. Если человек чувствует, то есть во время своего движения Господу Субханаву Атааля всю свою жизнь, за собой халатность в отношении того, что он обязан выполнять, или халатное отношение к тому, что ему запрещено Господом, то ему следует взять в руки плети страха и проучить им сердце. То есть временная, как говорится, воспитательная мера. И наоборот, или же как можно представить, человек принимает продукты питания, и у него есть баланс витаминов, правильно же, полезных веществ. И он сдает анализ, и у него недостаток кальция. Он же принимает кальций, то есть не ограничивается тем кальцием, который есть в естественных продуктах. Принимает. Он же всю жизнь не принимает. Это для того, чтобы вылечиться, а потом уже отказывается. То есть курс принимает. Вот это тоже нечто вроде курса. И наоборот. Если человек чувствует некий вид отчаяния, то ему следует обратить внимание на те тексты, которые указывают на широту милости Аллаха, чтобы наполнить сердце свое надеждой. И как мы сказали, это временный вид лечения. Некий курс, если тоже так сказать, можно так высказать, пока не выровнится крылья страха и надежды в Аллаху а'ламу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok